А, например, некоторые СМИ написали, что у нас одновременно дан старт целой избирательной кампании следующего года в госсобрании. На этом фоне Толкачев у нас получает почетную грамоту Путина за укрепление государственного строительства, так сказать. Некоторые делают выводы, что это за предложение закона о недопустимости идеологии child-free. Тут, в общем, все, икони и люди смешались. Вот как вам эта наша картина маслом? Константин Борисович, уходящая натура. Я думаю, что... Все-таки уходящая на все раз. Ну, безусловно, конечно, уходящая. Но, как было сказано Хабирову, не трогать старика до 2024 года, чтобы он спокойно отсидел свой срок и ушел на пенсию. То есть, когда Хабиров по пришествии суда все-таки решил реализовать свои планы отмщения, ну, мы помним, что Толкачев был главным в первых рядах обструкции Хабирова в этом 2008 году, когда он его исключил из партии, требовал заведения уголовного дела на Хабирова. А сейчас он сидит, значит, с таким хмурым лицом рядом с ним на оперативках. Тогда был окрик из Кремля Хабирову не трогать Толкачева и оставить его в покое и дать ему досидеть до 2024 года. Видимо, это так и случится. Все эти грамоты, наградные пистолеты и прочие благодарности от Путина – это всего лишь подтверждение этой концепции. Ритуальные элементы. Да, ритуальные элементы. То есть, Константин Борисович у нас уходит в историю в 2024 году почетным пенсионером с пистолетом и грамотой. Ну, то есть, я к тому, что это… Ну, так и работал бы тихонечко. Насчет старта всяких там разных избирательных программ – это все пока, наверное, преждевременные выводы. Избирательная кампания «Единая Россия» у нас длится беспрерывно все время. То есть, так что… Ну, потому что «Единая Россия» – это плоть от плоти вообще та власть, которая сформировалась в России, и, соответственно, они там неразрывно связаны. И как удобно они устроились, что, ну, как бы… В нормальном мире всегда есть там взлеты и падения тех или иных политических структур. То демократы победят, то республиканцы, то еще кто-нибудь там зеленые, синие, там, не дай бог, голубые. То есть, ну, у них вот происходят какие-то такие… А у нас «Единая Россия» проиграть не может, потому что она есть олицетворение власти. То есть, как только она начинает ослаблять свои позиции, это сразу будет сделан вывод, что, ну, и позиции там Путина, и его всей вот этой вот команды тоже ослабевают. Соответственно, очень удобно устроились там Турчак, Сидякин и прочие. Они в той структуре, которая по определению проиграть не может. Так что вот вам… Так что, ну, какая тут избирательная кампания, это так, блеф, все. Да, ну, вот я хотел уточнить, все-таки, Толкачев, ну, и работал бы, Курлтай, а с недавних пор присутствует на тех же оперативках, о которых вы упоминаете, где он сидит с хмурым лицом. Ну, я полагаю, что это тоже некий элемент игры в том плане, чтобы, значит, ну, все-таки уж как-то немножко какое-то уважение к старику проявили, да и к госсобранию тоже, а то его просто последнее время не слышно, не видно было. Там его представлял господин Ишмухаметов, который, ну, совсем уж, вот прям вот, чтобы уж он представлял государственную власть, это как-то всегда выглядело комично. Соответственно, ну, вот решили немножко это придать себе значение, потому что госсобрание все-таки там парламент, республики.